Брёнгамфи Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпания «Город». Время говорить главной темой сегодняшнего выпуска. Последний император на земле Есенина. В Рязань приезжает легендарный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко. Взрослые и дети, рязанские силовики, провели встречи с подшефными. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Сегодня получили подтверждение. Сведения Рязанской региональной федерации боёв без правил о том, что в наш город приезжает лучший боец планеты, абсолютный чемпион и вообще, что ж там говорить, легендарный человек Фёдор Емельяненко. Последний император, как называют его в бойцовском мире, примет участие в тренерском семинаре Союза ММА России, который с завтрашнего дня будет проходить в Рязани. Для тех, кто не столь продвинут в терминологии, сообщим, что ММА – это смешанное боевое единоборство. Вид спорта невероятно популярный во всём мире. Сейчас в Союз ММА России входит 62 региональных спортивных федерации. Рязанская начала действовать с сентября 2012-го, то есть меньше года назад. И то, что всероссийский тренерский семинар проходит у нас, тем более с участием абсолютного чемпиона планеты, говорит о многом. Рязани была выбрана не случайно, потому что город достаточно, во-первых, близок к Москве, он как бы находится в середине центрального федерального округа. Ну, удачно. Да, удачно, да. И, в общем-то, бойцы достаточно известные, авторитетные именно в Рязани. Разумеется, Фёдор Емельяненко – звезду боевых единоборств особо представлять не надо. Однако некоторые данные не помешают. Итак, Фёдор Владимирович Емельяненко – заслуженный мастер спорта России по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо, многократный чемпион мира по ММА по разным версиям, также многократный чемпион России мира по боевому самбо. На мировой арене смешанных единоборств оставался непобежденным более 10 лет, признан лучшим бойцом за всю историю ММА. Сейчас Фёдор Емельяненко – президент общероссийской общественной организации «Союз смешанных боевых единоборств ММА России», член Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте, советник министра спорта России. В Рязани семинар по смешанным единоборствам с участием чемпиона мира будет проводиться не случайно. Возможно, вскоре наш город станет центром развития этого вида спорта в России. Создаются реперные точки по развитию смешанных боевых единоборств. Одна из них? Одна из них – Рязань. Фактически из четырех городов России, в том числе, и Рязань. Мы рассчитываем взять интервью у Фёдора Емельяненко, а также показать в завтрашнем выпуске репортаж о тренерском семинаре Всероссийского союза ММА. К другим темам. Опубликован список претендентов для предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения в депутаты Рязанской городской думы от «Единой России». Он вызывает определенный интерес, как-никак, о партии власти. Главным образом, в списке знакомые все лица – бизнесмены, чиновники, действующие депутаты. Но есть и любопытные кандидаты. Например, в праймерис включен директор управляющей компанией ГУЖК Октябрьского района Рубен Давтян. Напомним, в начале апреля с крыши подведомственного его компании дома на Симашко глыба льда упала на коляску с младенцем. Ребенок чудом остался жив. Тогда родителям малыша неоднократно поступали предложения не обращаться в суд, а, так сказать, договориться. Лично сегодня он нам звонил, просил к нему прийти в гости, так скажем, на чай, кофе, обсудить за круглым столом, то есть не доводить это дело все до суда. Вчера ко мне подлетел его адвокат вперед всех, предлагал свои услуги. Но я порвала их не в визитку, сказала, что только через суд и больше никак. Впрочем, по итогам проверки по этому факту, в возбуждении уголовного дела было отказано. Следователи установили, что падение пары десятков ледяных килограммов на коляску нанесло всего лишь легкий вред здоровью малыша. К другим темам. Вчера, в день рождения нашего земляка, Героя Советского Союза Федора Политаева, в первом интернате Рязани прошла зорница. На боевой игре и встрече воспитанников с рязанскими силовиками была Елена Вожакова. Уже несколько лет сотрудники рязанской полиции шефствуют над первой школой-интернатом. Полицейские организовывают для детей экскурсии, спортивные состязания, всевозможные конкурсы, поздравляют с праздниками и дарят подарки. Зорница – любимая игра здешних ребят. Раз, четыре, три, две. Давай, давай! Давай, спорт, не подкачай, воню! В программу «Зорница» вошли несколько состязаний различной направленности. Стрельба из пневматической винтовки, дартс, конкурсы на эрудицию и загадки на военную тематику. Двенадцать. Шесть. Шесть. Быстрое время. Три. В. В. По мнению руководства, совместные мероприятия и живое неформальное общение курсантов и сотрудников МВД с ребятами уже приносят свои плоды. Школьники становятся серьезнее и ответственнее за свои поступки. И ведь для нас важно, чтобы вот этот простой ребенок, который здесь в детском доме, независимо, сколько ему лет, там, пять, шесть, пятнадцать, восемнадцать, чтобы он не пропал для общества, чтобы в дальнейшем из него получился нормальный гражданин, нормальный человек, чтобы вот мы лучше будем заниматься с ними здесь, органы внутренних дел, здесь с ними занимать эти различные мероприятия, воспитательные, культурные, спортивные, чем мы будем потом заниматься как бы непосредственно той задачей, для чего созданы органы внутренних дел, органы правоохранительной системы. Сотрудники полиции признаются, после таких встреч многие воспитанники изъявляют желание связать свою жизнь именно с правоохранительными органами. Тем более у них перед глазами есть положительные примеры. Очень рад, что сегодня проходит такой праздник и было огромное желание принять в нем участие, увидеть своих старых учителей, воспитателей также. Поэтому очень приятно, что такие моменты в этой жизни присутствуют, что уделяется внимание школам интернату. По окончанию игры всех участников ожидала полевая кухня. Ребята признаются, эта каша вкуснее любых сладостей. Также вчера рязанские наркополицейские возили подшефных из Шереметьево-Песочинского детского дома на экскурсию в конно-спортивный клуб. Рассказывает Оксана Тебенихина. Обеспечить должное внимание 50 мальчикам и девочкам дело непростое. Но сотрудники клуба постарались на славу. Кто-нибудь слышал, кто такой Никита Михалков? Да, он голоснулся. Вот этого коня я у него купил. У Никиты Михалкова. У меня Никиты Михалкова, да. Он их всех сбрасывал, гонял там по конюшне. А сейчас катает детей. Дети ознакомились с искусством верховой езды, особенностями коневодства и, конечно же, покатались на лошадках. Одевают очки, жокеи специально, чтобы глаза не слезились. Ветер не бил. Кстати, 80 км в час скачет лошадь. Вот такое необычное, социально значимое и интересное занятие сотрудники ФСКН организовали для детишек, оставшихся без попечения родителей. Просто душевно-позитивно. Добрые, симпатичные лошади, доверительное общение людей и животных, хорошее настроение. Как это все-таки важно и для ребятни, и для взрослых. И последнее на сегодня. Интернет-издание «Новой газеты» в Рязани сообщило, что житель Сараевского района Руслан Гулиев написал заявление в полицию на заместителя главы администрации муниципального образования Андрея Лагвенчева. В бумаге сказано, что на празднике Дня Победы к потерпевшему подошел сильно выпивший чиновник Лагвенчев, назвал его так, что в эфире не произнесешь, оскорбил и сильно толкнул так, что Гулиев упал, ударился о машину. Лагвенчев, между тем, заявил, что это его земля и потребовал, чтобы Гулиев с нее убрался. И это, повторим, фрагменты публикации «Новой газеты» в Рязани. Издание подчеркивает, что пострадавший 53-летний Гулиев уже 33 года живет в сараях и является гражданином России. Что ж, как говорится, там разберутся. Хотя в провинции, да и не только, высокопоставленные чиновники находятся зачастую, так сказать, над законом. Может, в данном случае полицейские будут беспристрастны или нет? Что в России важнее, чин или закон? Как в том фильме получается, вот и считай. На этом и расстанемся. До встречи в четверг в программе «Время говорить». Знают взрослые и дети о том, Как мы вкусно и душевно печем. Брян конфли Готовим вкусно, словно мама. Где бы ни был, ты возьми с собой брян конфли. Брян конфли Всегда уютно рядом с нами. Приходи с друзьями в семью брян конфли. Брян конфли Попробуй и ты.